Истец Вера Рогозина Обращается в суд с иском об определении доли в общей совместной собственности на квартиру И заявляет иск о разделе супружеского имущества Ответчик Юрий Рогозин, подполковник, с иском не согласен Предлагает отступить от равенства долей супругам Дело в том, что год назад я развелась со своим мужем Развелась через суд, так как у нас дети несовершеннолетние Мальчик 13 лет, дочка 15 лет Я хотела подать еще раньше на раздел имущества Но мне муж запретил категорически Он сказал, что я тебя убью из тамбовского оружия Ну, в общем, конечно, у него характер ужасный И полковник, сами понимаете, я не связывалась с ним Но сейчас мои условия просто так ухудшились Что у меня просто безвыходное состояние Соответственно, я подаю иск на раздел имущества Наша квартира общая площадью 56 квадратных метров Я, собственно, хочу ее разделить поровну попалом Как бы одна вторая часть ему, одна вторая часть мне Вот И считаю, что дети будут Ну, может, для начала они могут с ним пожить Потом они будут жить, конечно же, со мной Вот, я буду эти условия свои расширять Вот, и, значит, хочу, вот, чтобы еще огласить список Который, значит, чтобы мне остался Подождите, подождите, подождите У вас квартира была приобретена в период брака По договору купли-продажи? Да По договору купли-продажи То есть вы эту квартиру покупали? Нет, ну, квартиру приобретал, конечно, муж Потому что он полковник, он у меня военный человек Я все время с ним, как говорится, по гарнизонам разъезжала Вот, это он, конечно, получил эту квартиру благодаря его Благодаря его папе, так сказать Подождите, подождите Значит, вам была выделена на бесплатной основе Квартира, которую вы в последующем приватизировали Я правильно говорю? Да, да Она была приватизирована в равных долях? Да В равных долях То есть в данной ситуации у вас на основании приватизации И так уже существует равнодалевая собственность Можно сказать так, да Нет, ну что значит можно сказать? Или квартира была приватизирована только на ответчика? Нет, конечно, на меня и на него в равных долях Значит, квартира была приватизирована в равных долях То есть, следовательно, я вот поэтому никак не могла понять Почему вы требуете выделения доли, которая у вас и так уже есть Нет, ну я хочу как бы понимать И не только, чтобы нам пополам как бы дали подаль Но я хочу еще как бы огласить список, чтобы у меня осталась так же кровать Да подождите до кровати, бог ты мой Давайте сначала с квартирой разберемся А вы все мне про кровать Я же, у вас же, понимаете, это же ваши исковые требования Да подождите, это же ваши исковые требования, а не мои Вы просите об определении доли в общей совместной собственности на квартиру А я вам говорю, что если у вас квартира была приватизирована Она уже приватизирована в равных долях Поэтому что вы просите вам выделить? Да подождите сейчас Чтобы ему дали одну вторую, мне одну вторую Она у вас есть Она у вас есть Вы, конечно, свидетельство свое видели? Да, у меня есть Ну и что там написано? А государственная регистрация? Ну, перехода права собственности Равнодолевая Ну написано словно Равнодолевая Понимаете смысл? Что такое равнодолевая? Это значит, что у вас с супругом общая равнодолевая собственность Совместная В равных равнодолевая У вас одна вторая и у него одна вторая Что вы просите выделить в этом? Так, давайте по другому имуществу Хорошо, давайте Что вы просите вам оставить еще? Я хочу также, что кровать, мебельный гарнитур, два шерстяных ковра, сервис Мадонна, фужеры, хрустальный стол, журнальный, телевизор, DVD-плеер, диски с моими любимыми сериалами, два пуховых одеяла и две подушки Собственно, не так много Так, а в собственности ответчика что мы выделяем? Так Значит, книги, один коврик, телевизор, бытовая техника, ну это чайник, тостер, пылесос, миксер, шкаф и кухонный гарнитур Но все же должно быть законно, на законном основании Я считаю, что я 17 лет с ним прожила, по гарнизоне с ним моталась, как хвостик Хорошо, если дайте мне ваш перечень имущества, по крайней мере, то, что вы просите разделить А вот по какому принципу вы это делили? Вот скажите, пожалуйста, так-то вам, а мебельный гарнитур, ответчик, у вас какой принцип был? Ну потому что мы сейчас такие условия, у меня даже есть не на чем, я ем на газете Вообще практически ничего А он и лишает, он говорит, что у меня вообще никаких прав нет Ну, можно что? Подождите, я дам вам слово, ответчик Ой, хорошо, истец, ну предположим Он еще, извините, настраивает детей против меня, понимаете? Что-что? Детей настраивает против меня Хорошо, истец, вот скажите, пожалуйста, вот если как бы суд признает за вами эту долю в этой квартире, да? И разделит это имущество, и что дальше произойдет, можете мне сказать? Произойдет то, что я пойду на работу и, соответственно, буду жилищные условия свои расширять Потому что хочу, чтобы дети жили со мной А как вы хотите расширять их? Если это одна квартира, где у вас дети? Я хочу потом разделить, как бы на две однокомнатные разделить Разделить? Ну, как бы, естественно, продать и как бы, ну А вы допускаете эту ситуацию, что для того, чтобы продать эту квартиру, необходимы согласие, ну, как минимум, в желании ответчика на продажу? А если он не захочет продавать? Так вот, в этом все и дело, поэтому я хочу, чтобы у нас, как бы, я хочу, как бы, законно, на законных основаниях, чтобы нам разделили Вы долю будете продавать в квартире? Да, да, именно так Долю будете продавать в квартире? Понятно Пожалуйста, ответчик, я вас слушаю Я Рогозин Юрий Сергеевич, военный пенсионер Я расскажу предысторию всех этих событий, потому что год назад увлеклась она прапорщиком Глупости эти не надо рассказывать, тут по существу, давай рассказывай И, так сказать, на крыльях любви улетела из семьи Вот, вот свидетельство о расторжении брака Теперь по существу, квартира стоит 1 миллион 200 тысяч Мы остаемся жить, я остаюсь жить с детьми Вот тебе 300 тысяч Ответчик, ну пожалуйста, ответь Ответчик, пожалуйста, будьте так добры Возьми 300 тысяч Ответчик, ответчик, пожалуйста, деньги уберите Деньги уберите, суд не место, где друг другу деньги передают Будьте так добры Будьте так добры, не тем не менее Ответчик, еще раз, давайте по существу заявленных исковых требований Ответчик, по существу заявленных исковых требований Дети были рождены после приватизации квартиры Если бы они родились до приватизации квартиры, они имели бы право на долю Но поскольку они родились после приватизации квартиры, то квартира до их рождения является равнодолевой. Истец имеет... Ответчик, 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 ответчик. Перестаньте разговаривать со стцом, пожалуйста, со мной. Истец имеет такую же долю в этой квартире, как и вы. Сколько ее доли составляет? Я сужу по людям, по количеству людей. Ответчик, нет, не по количеству людей. В данной ситуации, в порядке приватизации, у вас квартира равнодолевая. Дети в этой ситуации, при выделении этой доли... Я же не делю, ответчик, я не делю супружеское имущество. У вас квартира уже разделена до меня. Она была разделена, когда вы приватизировали квартиру, ее уже без меня разделили. Понимаете, в чем дело? Поэтому у меня вопрос. Истец имеет долю в этой квартире? Какую? А кто отказывается? Какую? Одну вторую я имею долю. Ну, одну вторую, значит, у меня придется еще 30 тысяч накопить. Ответчик, ответчик. Одну вторую долю. Истец не хочет деньги. Понимаете, в чем дело? И вы не можете ей предлагать. Если истец самостоятельно не договаривается с вами это, и не просит вас компенсировать стоимость этой доли, то вы не можете ей никакие деньги предлагать. Так ей ничего не нравится. Ей не нравится в семье, ей нравится прапорщики. Ответчик, еще раз. Итак, мы с вами договорили, что у истца такая же доля, как и у вас в этой квартире. Давайте теперь про раздел имущества. Имущество, которое истец заявил к разделу, оно было нажито вами совместно в браке? Да. Значит, из средств семейного бюджета? Ну, безусловно. Вне зависимости от того, что вы работали, а истец не работала. Не имеет значения. При разделе супружеского имущества значения не имеет. Скажите, пожалуйста, истцом заявлено ей выделить кровать, мебельный гарнитур, два шерстяных ковра, сервис Мадонна, фужера хрустальный, стол журнальный, телевизор, DVD-плеер, диски с чем? С сериалами? С мамилами, да. Два пуховых одеяла, две подушки. Вам книги, один коврик, телевизор, ботовую технику, чайник, тостер, пылесос, миксер, шкаф и кухонный гарнитур. Ну, а дети тут опять ни при чем. Ответчик, я между супругами делю имущество. Вы с этим разделом по предметам согласны? Нет, конечно, не согласны. Нет, как вы предлагаете разделить? Пожалуйста. Ну, по минимуму, пройтись, она любовью сытая. Ответчик, пройдитесь, пожалуйста, как угодно. Хотите по максимуму. Мне хочется одного отеца. Кровать, подушечку, ложку с кружкой. Хорошо, ответчик, скажите, пожалуйста, а вы вот истец, она говорит, что мне негде спать, мне нечего смотреть, я хочу продолжать смотреть свои сериалы, чтобы мне смотреть сериалы, нужно смотреть их на DVD-плеер. Ну, хоть какой-то некий принцип предметного раздела. А у вас-то какой принцип предметного раздела? Ну, ваше честь, вы понимаете, что пускай она забирает сервиз Мадонна или DVD, но дети-то пользуются и кроватью, и чашками, и кружками, и вот и все. Но они же у меня тоже будут жить. Ну, где они у тебя жить? Они хотят с тобой жить-то? Ты их спрашивала? Подождите, подождите, естественный ответчик. Ну, вы какие-то, вот прям я смотрю, как будто фантастический фильм. Вы делите одну квартиру, каждый из вас почему-то говорит, они будут жить, да они будут жить, продолжать. В этой одной квартире. Что, значит, у вас они будут жить? Можете мне сказать? Вы что, хотите там стенку возводить? Нет, но я хочу долю продать. Ну, это вообще не мысленно. Купите однокомнатную, взять их к себе. Истец, ну, правда, вот, ну, вы как, вот, вы мне скажите, вы хотя бы, вот, когда вы, у вас есть некое желание, я продам долю и куплю квартиру, но вы хотя бы понимаете, вот... Ну, со временем, конечно, не завтра, не это все понятно, что на все это время нужно. Ну, вам ответчик назвал стоимость вашей квартиры. Он назвал вам стоимость. Сколько? Миллион двести. Миллион двести. Вы за 600 тысяч хотите купить однокомнатную? Как купите? Позвоните мне обязательно, я тоже пойду в это место. Нет, я же пойду на работу, естественно, я смогу взять кредит, ну, естественно, это... Ну, 20 лет ты не работала вообще. Ой, ничего. Хорошо, можно просто пригласить дочь мою Ирину, чтобы она тоже свое мнение высказала. Ответчик, ну, хорошо, я выслушаю вашу дочь, но вы тоже поймите, пожалуйста, что, вы понимаете, ведь исковые требования, когда людьми заявляются, да, они должны, ну, как минимум, ну, хотя бы, отвечать некому закону, ну, хотя бы, ну, хоть какому-то закону, понимаете, жилищному кодексу, семейному, гражданскому. Ну, поймите, когда вы говорите, дети не хотят жить с юстицей, это звучит, ну, согласитесь со мной, ведь суд может вынести, ну, условно говоря, некое решение об определении места жительства, там такая, знаете, немаловажная фраза добавлена, между раздельно проживающими родителями. Вы что, раздельно проживаете, у вас разное жилье? Ну, она вообще не проживает год. Она, как сказать, это... Будет проживать, сейчас признаю за ней долю, будет проживать. Так что ваша дочь-то мне должна сказать? Хочет это с прапорщиком, хочет это с рядовым, куда-то, куда-то мечтать. Ну, придумывать не нужно, придумывать только не нужно. Ответчик, ну, естественно, не сможет прапорщика привезти в эту квартиру. Пока вы не дадите согласия, не сможет привезти. Нет такого прапорщика, что вы вас слушаете? Не знаю, у вас уже брак расторгнут. Я просто говорю ответчику, что ни рядового, ни прапорщика, ни полковника, ни генерала вы в эту квартиру не сможете привезти, пока ответчик не даст свое согласие. Я просто не могу понять смысла, зачем нужно ребенка тащить в суд. Для того, чтобы что, ответчик? Ну, она взрослая девушка, она свое мнение высказала. О чем свое мнение? Потому что он там... Да подождите, Истин. Ну, вообще, вот об этой ситуации. А какой этой? Ну, об разделе имущества и о имущественных каких-то правах. Ну, они же тоже люди. Они же дети, но они же люди. У них нет прав на квартиру. Нету прав на квартиру. Нет. Нет, ну, тем не менее, я вас спрашиваю, если можно выслушать. Хорошо, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчиков. Свидетеля-ответчика, породите. Выскажи свое мнение. Здрасте. Так, пожалуйста, я вас слушаю. Я Рогозина Ирина Юрьевна, и вот мой папа и моя мама. С вашего позволения, я хотела бы сначала обратиться к маме. Мам, я, конечно, все прекрасно понимаю, но ты уже последнее забираешь. Это свинство, по-другому ты не назовешь. Кровать хочешь забрать, а на чем я буду спать? На полу? А ты что, со мной жить не будешь, что ли? Ну, знаешь, это я сама решу. Истерия, простите, где жить с вами? Вместе с кроватью, которую вы забираете, где жить, можете мне сказать? Я же к себе ее возьму. Куда? Подождите, куда вы к себе возьмете? Ну, кровать вместе с дочерью, куда вы предполагаете взять? Ну, вы мне можете ответить на вопрос, куда? Ну, я пока сейчас просто проживаю там. Значит, вам некуда брать. У вас никакой квартиры, ни другого жилья нет. Правильно? Значит, вы кровать из одной комнаты перенесете в другую комнату. Ну, можно, конечно, любую ситуацию довести до абсурда, но не до такого же, согласитесь со мной. Это же будет как бы мое имущество. Потому что в дальнейшем, когда буду, я возьму, это уже... В дальнейшем. Нам сейчас некуда кровать вывозить, пожалуйста. Вы понимаете, в чем дело? Она забирает у нас последнее. Куда забирает? А не знаю, куда. Она хочет забрать у нас. Она хочет забрать телевизор, который Толик постоянно, младший брат мой, смотрит. А как он? Она хочет забрать вещи, на которых я сплю, на которых мы с Толиком сидим. Вы понимаете, несмотря на то, что мне 15 лет, я все прекрасно понимаю. Она связалась с каким-то человеком, а тот бросил ее ради богатой женщины. Она, между прочим, еще воровка. Она у папы украла 150 тысяч. Ира, что ты говоришь? Я не хотела об этом говорить. Которые папа копил нам на отдых на море. Это он и забрал, Ира. Кому ты веришь, Ира? Вся эта ситуация, она неприятная. Мы хотели все вместе поехать на море. Папа очень долго копил эти деньги. Во много себе отказывал. И мама их забрала. В итоге мы сидели в нашем городе. Я не забирала, Ира. А поскольку мы живем в городе, в котором все друг друга знают, над нами постоянно смеются. Потому что мама, кроме того, что ушла, да еще с прапорщиком, помимо всего, еще хочет у нас забрать все. Над нами... Зачем ты слышишь папу? У тебя папа берущий человек. Мы уже не знаем, что делать. Ваш попредметный раздел, который вы предлагаете, существенно ухудшает положение детей. И вы настаиваете на этом попредметном разделе? Да, я настаиваю. Так, суд удаляется для принятия решения. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования, истца в заражении ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив несовершеннолетнего свидетеля со стороны ответчика, рассмотрев все представленные документы, иск об определении доли в общей совместной собственности супругов суд удовлетворяет и определяет долю юстиции в квартире в размере одной-второй доли. Иска раздела супружеского имущества суд удовлетворяет частично и передает в собственность юстиции следующее имущество. Тахту, один шерстяной ковер, одно пуховое одеяло, сервиз Мадонны и DVD-диски. Суд передает в собственность ответчика следующее имущество. Мебельный карнитур, шерстяной ковер, два телевизора, стол журнальный, всю бытовую технику, включая стиральную машинку и DVD-проигрыватель. Суд определяет долю юстиции в спорной квартире в размере одной-второй доли, потому что данная квартира на основании договора передачи жилья в собственность в порядке приватизации была передана в совместную собственность с двух человек, а именно самой юстиции и ее супруга. Доли участников совместной собственности в соответствии с правилами части 2 статьи 254 Гражданского кодекса Российской Федерации признаются равными. Дети были рождены после приватизации квартиры, поэтому они не могли быть включены в число сособственников по договору передачи жилья в порядке приватизации. Суд производит раздел спорного имущества между супругами, поскольку данное имущество было приобретено в период брака и, следовательно, является совместной супружеской собственностью. В соответствии с правилами части 3 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации суд попредметно определил, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов, поскольку ответчик против попредметного раздела в данном судебном заседании не возражал. Производя попредметный раздел, суд учел интересы несовершеннолетних детей, которые остались проживать совместно с отцом, и отступил от равенства долей супругов, что предусмотрено правилами части 2 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации. Истец и ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Теперь я точно знаю, что без жилья не останусь. Начну работать и забуду про эту историю, как страшный сон. Она мне изменила, жизнь разбила, а еще претендует на полквартиры и на какое-то имущество. В общем, не знаю, неправильно все это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова